В селе Русское Хомутерь Базарно-Сызганского района Ульяновской области осветили закладной камень и первый венец строящейся церкви Владимирской иконы Божьей Матери. Целью поставить в своей деревне Дом Божий местные жители задались еще пару лет назад. Теперь, благодаря освящению Комбарышской епархии, их задумки стали воплощаться в реальность. Как деревня превращается в село? Наш следующий репортаж. Здесь все на одном пятачке. Сельмак, памятник землякам, сложившим свои головы на фронтах Великой Отечественной. Детская площадка и даже атрибут маленьких деревень – рында для общего повсеместного оповещения и сбора. Она и по сей день актуальна. Сотовая связь здесь почти отсутствует. Храм Владимирской иконы Божьей Матери также решили поставить в центре деревни. В Русской Хомутерье, по последним данным, живут меньше полутора сотен человек. В основном пенсионеры. Те же молодые, которые не покинули свою деревню и остались на земле, решили сохранить свою малую родину и не заносить ее в список вымерших селений. Как бы основное такое, что будет церковь, будет жива деревня. Как бы так вот. Ну, не буду говорить, что все хотят, но большинство. Господи Божий наш, изволивай на всем месте и на всем положенном во имя Твое благословенном камени основать и себе церковь. По благословению епископа Барышского и Индинского Филарета курировать строительство будут школьные товарищи. Настоятель храма Дмитрия Солунского в базарном сызгане протоиерей Александр Морозов и благочинный Жадовского монастыря иеромонах Тихон. Они же осветили начало строительства нового храма. Его решили сделать деревянным. Под алтарь будущей церкви заложили капсулу с данными о том, в каком году, какого числа и кто осветил начало строительства. Капсулу накрыли освященным камнем и замуровали цементом. Это место окропили елеем. Из нами на будьем месте сидят. Дом молитвы на честь и славу. Топор. Богу в Троте, Святее Славе, Молодца и Святого Духа. Аминь. Топор, как главный инструмент в строительстве деревянных храмов, также среди атрибутов освящения. Им с молитвой по три раза стучат по каждой из четырех стен храма, чтобы стройка проходила без сучка и задоринки. Обойдя фундамент будущей церкви и помолившись о благом начинании, батюшки обратились к жителям русской хамутери. Главный посыл – жить с Богом в душе и посильно помогать в строительстве своей церкви. Ведь этот дом Божий созидается для их же спасения. Храмы Божии совершаются для того, чтобы наши души и телеса наши, которые суть, храм Духа Святаго, освящались и благословлялись теми таинствами, которые совершаются в закисленных храмах. Это прежде всего и исповедь, и причастие святых к Христу в тайну. Спасибо всем. Трудиться, помогай здесь. Приход наш базарский не очень большой, конечно, но вот эта русская хамутерь чем нравится, потому что тут люди с чистым сердцем. С момента окончания освящения русская хамутерь теперь из деревни превращается в село. Тут есть, пусть еще и строящийся, но храм. Кстати, это первая церковь за всю многовековую историю этих мест. Татьяна Дудина, Дмитрий Гурин, Вести Ульяновск, из базарно Сызганского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова